приветствую вас на своем канале у микрофона днем добро канал быстро пока в этом видео я расскажу и покажу про яндекс браузер в общем вот я решил открыть диспетчер задач посмотреть сколько что потребляет меньше всех потребляет chrome на втором месте microsoft edge я открыл везде одну и ту же вкладку ютуба с качеством и жди учил всякие расширения потому что в браузерах у него их нету по умолчанию в остальных так я в основном пользуюсь яндекс браузером так еще раз откроем спичер задач как мы видим больше всех потребляет у нас яндекс браузер намного уж прям уж больше и больше чем chrome или edge ну как мы видим chrome он более оптимизированный чем microsoft edge хотя они вроде обещали его допилить и сделать более легким чем chrome в целом как мы видим не так уж прям много браузер употребляют оперативной памяти уже самое касается и всего остального матику сравним и перво уже по диспетчерам задач встроенных браузеров у нас их 3 выглядит все примерно плюс минус то же самое так и тут ты форти почему-то у нас отличаются процессы графического процессора больше всего почему-то у нас на яндексе при этом вкладка ютуба потребляет меньше что на мой взгляд очень странно в то же время микрософтэдж еще меньше потребляет чем кроме тут можно как-то все суммарно посчитать по умолчанию тут ничего не считается думаю это нам не так интересно убедились то что яндекс браузером потребляет больше чем chrome или microsoft edge кстати теперь микрософтэдж потребляет немножко больше давайте ка мы так да мы закрыли везде диспетчер задач картина осталась примерно такая же давайте к разберемся почему яндекс потребляет больше во первых потому что тут у нас есть яндекс с кейс сервисы и как мы видим тут у нас есть переводчик вот яндекс ну если он у нас позволяет нам также проверим у нас тут звук описывается и германии в общем тут у нас есть функции перевода видео и так далее то есть можно переводить видео какие-то трансляции конечно это все может не супер хорошо работает но в других браузерах ничего подобного мы не найдете это именно фишка яндекс браузера следующая фишка яндекс браузера это конечно же ассистент алиса так алиса открой поиск яндекс открываю все прекрасно голосовой помощник ничего как бы необычного я в этом не вижу для современного времени это вопрос что кому больше нравится уже еще есть у яндекс такого интересного посмотрим во первых немножко мне кажется шоу яндекса выглядит поинтереснее чем у рома шрифт побольше проще это посмотреть настройки плюс-минус те же самые как и в хроне потому что яндекс основан на движке chrome на движке браузера chrome так какие еще у нас есть фишки тут конечно же сохранение паролей меньше паролей с паролем то есть если откроем нужно ввести мастер пароль из тоже все нужно настраивать тоже какая-то дополнительная безопасность так насколько я помню в хроме то что такое есть что же еще очень хорошо что есть яндекс браузере сейчас я покажу допустим откроем что-то вот такое допустим думаю что сайт популярный они тут во первых есть перевод страницы это все понятно это нам неинтересно вот всякие у нас есть показатели так еще тут у нас есть отзывы найдем какой-нибудь сайт с отзывами к сожалению что-то ни один из этих сайтов у нас оказался без отзывов кстати вот еще одна фишка тут можно во-первых сделать такой текст и зачитать его как работают торренты и насколько это законно многие пользователи интернета при функции достаточно много для обычного браузера кроме разумеется откроем ту же самую статью убедимся что в кроме ну нет такой вообще функции как прочитать текст давайте открывается вот он открыл ничего нет даже нельзя сделать ну просто что был текст нет таких функций но есть вот еще один явный плюс яндекс браузером вот так можно еще сделать темненьким светленьким это очень полезно когда на сайте куча всякой рекламы странная особенность именно браузера яндекс вроде бы у нас нового на хром но если мы зайдем в так называемое там денег дополнение вот и дополнение тут мы увидим каталог оперы каталог оперы вот каталог расширения откроем тут мы видим опера то это каталог опера не хрома а опера совместимы с яндекс браузером давайте-ка что-нибудь откроем у меня уже установлен кстати очень даже неплохое расширение чтобы качать видео как мы видим с популярных ресурсов и кстати также поддерживается каталог google chrome их мы тоже можем сюда поставить допустим откроем первого попавшего расширения установить и поставить по умолчанию форме открывается просто поисковая строка в яндекс браузере по умолчанию можно настроить вот это вот панели какие-то быстрые вкладки закладки получается у нас можно например открыть быстренько переводчик можно поменять фон сменить фон куча всяких фонов от яндекса менять фон каждый день менять вот таким вот образом выбрать всякие допустим все настройки интерфейса выбрать цветовую палитру оптика выберем другую темную светлую или вообще цветную ну мне больше нравится темная ну и что еще можно тут поднастроить блокировка рекламы тут тоже встроенная можно настроить сохранение ну что я обычно делаю там используем аппаратное ускорение если возможно в связи за соображение для экономии противной памяти то есть есть встроенная экономия выгружать из памяти несколько неиспользуемые вкладки для тех кто любит открывать кучу вкладок а для браузера даже если он не запущен вот эту можно убрать мелочку если у вас там слабый компьютер чтобы в фоне не было лишних процессов еще можно тут отключить он вот отображение анимации он высокого разрешения можно тоже отключить если компьютер слабенький чтобы не потреблялись лишние ресурсы отображение фона в принципе какой-то я большую разницу не вижу в вам киев всего один раз вижу как-то захожу в браузер и выбираю что открыть конечно многих есть такое как бы предвзятое отношение именно к индекс браузер потому что это что такое российское и в то же время сейчас сбербанк давайте-ка я сейчас все это покажу так спиртбанк онлайн у нас появляется вот допустим мы сейчас вас копируем в хромик и попробуем зайти сбербанк через хром вот что он напишет нам нужно либо яндекс браузер либо либо устанавливать сертификаты но зачем это все делать если можно скачать яндекс и тут все уже будет работать то есть вот еще одна один плюс яндекс браузера то что по умолчанию тут стоит все что нам нужно для работы еще где-то вот раньше тут высвечивались отзывы о сайтах но почему-то сейчас они куда-то все пропали сейчас я попробую найти может быть у меня что-нибудь получится наконец-то вспомним где они вот тут мы открываем и посмотрим можем посмотреть отзывы о сайте такой фишки нету ни в одном из браузеров можно быстро написать какой-нибудь слоузов либо посмотреть так вот мы ставим свой рейтинг и пишем отзыв такого нет ни в одном из браузеров на конечно можно сказать что я тут рекламирую яндекс браузер но я просто расскажу про рассказываю про его фишки которые мне именно в нем нравится то есть я не считаю что этот браузер прям самый лучший но например браузером атом я так и не пользовался чтобы адекватного сравнить с другим российским аналогом можно тоже какими попробовать его поставить и запилить отдельный обзор у нас браузером атом сильно ли он лучше яндекса или все значительно хуже чем кажется на первый взгляд он кстати рейтинг есть у яндекса как мы видим достаточно хороший понятное дело что тут кстати можно сменить поисковик по умолчанию ну что если кто-то считает что яндекс прям совсем вот настройка поисковой системы тут мы видим сколько поисковиков есть так это что за поисковики такие то есть по факту тут можно вообще добавить любой поисковик он будет помолчанию там искать угол википедия в общем все основные есть и даже можно добавить еще какие-то вот как мы видим что то можно еще добавить ну тут еще у нас есть виджет погода тоже можно настроить на конечно от рекламы яндекса но все-таки есть у нас контекстная реклама на этом яндекс зарабатывает поэтому браузеры бесплатно везде будут продвигать рекламу яндекса можно конечно поставить эти блокировщики рекламы через дополнение по моему далеко не всю рекламу яндекс они будут блокировать смотрите-ка не заблокировали давайте попробуем почему я не могу заблокировать рекламу на этом сайте так давайте попробуем можно ли тут как-то заблочить рекламу опять таки мы видим отзывом ну судя по всему нет ну-ка блокировка рекламы трекеров так давайте-ка заблочим его и теперь перезагрузим страничку нет рекламы все равно осталось да и кстати он еще предупреждаю что если сайт небезопасный то нельзя там убивать какие-то данные карты и так далее это тоже большой плюс других браузеров я такой функции не встречал в общем почему-то тут он ничего не дает нам блокировать ну вот как мы видим можно поднастроить все рекламы так и осталось в общем думаю на этом у меня все что вы считаете по поводу гендекс браузера насколько это хороший браузер и сильно ли он лучше чем он либо потребление оперативной памяти там насколько на 100 гигабайт у нас был по моему это не стоит того и вот эти все функции которые тут они внесли вообще ничего из себя не представляю достаточно лучше использовать chrome если у вас там слабо пока он конечно еще в нам бы сравнить его с файр фоксом единственный браузер который не на движке chrome пишите обязательно все в комментариях чтобы об этом браузере думаете или браузере chrome какие с ним могут быть проблемы что с безопасностью именно то что тут по умолчанию нет почти никакой защиты для российских пользователей индексе все-таки какая-то защита от фишинговых сайтов сайтах сайтов есть этом все благодарю за просмотр до встречи в следующих видео